Приветствую, друзья! Соединенные Штаты отчаянно сражаются с Россией за газовый рынок Европы. В ход идут экономические санкции, политическое давление, шантаж и угроза. Однако бороться нужно не только за эту территорию. Китайская Народная Республика постоянно наращивает импорт СПГ, и сегодня именно за этот рынок следует вести борьбу. Впрочем, США уже теряют позиции на рынке Китая. Россия заливает эту страну своим газом, причем не столько трубопроводным, сколько сжиженным. В 2020 году Россия в два раза увеличила поставки своего СПГ в КНР, заняв пятое место среди экспортеров сжиженного газа в Поднебесную. На сегодняшний день лидерство продолжает удерживать Австралия, которая поставила в Китай 29 миллионов тонн. За ней следует Катар 8,1 миллионов тонн, Малайзия 6,1 миллионов тонн и Индонезия 5,1 миллиона тонн. Россия за 2020 год поставила СПГ своему соседу 5 миллионов тонн на 1,72 миллиардов долларов. При этом США за последние 12 месяцев отгрузили только 3,2 миллиона тонн, несмотря на то, что летом цена на американский сжиженный газ достигла рекордно низкой отметки. В тот период, когда стоимость СПГ в США была минимальной, Америка в целом продала больше этого типа энергоносителей, чем Россия. Но у Соединенных Штатов нет способов уменьшить себестоимость производства СПГ на постоянной основе, тем более сделать дешевле его доставку до Китая. В Российской Федерации себестоимость сжиженного газа ниже, а логистическое плечо короче. Именно поэтому 2020 год показал такие результаты. На данный момент в Китае работают 19 СПГ-терминалов и еще 3 на стадии строительства. Это означает, что Поднебесная настроена наращивать импорт этого вида энергоносителя. Более того, в 2020 году Китай принял больше сжиженного газа, чем трубопроводного. Россия уже показала хороший результат в 2020 году, нарастив в два раза импорт СПГ в Китае. 2021 год может стать еще более удачным. Причем дело не только в том, что у Российской Федерации сжиженный газ более дешевый. Президент США Джо Байден, который накануне вступил в должность, наверняка свернет добычу СПГ на Аляске. Конечно, администрация Дональда Трампа успела подписать договоры об аренде девяти участков недр в Арктическом национальном заповеднике. Но работы по бурению потребуют согласования с новой командой Байдена. Однако новый президент США является приверженцем Парижского соглашения по климату и не раз говорил о сокращении добычи сжиженного газа. При этом у России есть успешный проект Ямал СПГ, а вскоре запустят и Арктик СПГ-2, который позволит нарастить экспорт этого вида энергоносителей. С логистикой тоже проблем не будет. Россия активно строит арктический флот, в том числе и на китайских верфях. Единственная проблема – это традиционно сложное ведение бизнеса с китайскими корпорациями, которые очень часто, даже получая наилучшую цену, все равно продолжают требовать скидок, спекулируя темой закупок СПГ у конкурентов России. Так вижу, друзья.